Уже по всей стране Новый год стучит в двери детских садов и школ. Праздничную эстафету подхватывают городские и сельские дома культуры и театры. Где-то Дед Мороз – главный герой торжества, а где-то ребята сами правят бал. А как прошел новогодний утренник в школе номер 18 города Славянска-на-Кубани? И кто стал главным героем торжества? Расскажут Надежда и Георгий Калинины. Больше всего Нового года ждут дети. Для них это время подарков, встречи с Дедом Морозом, новогодней сказки и чудес. Поскольку Новый год – событие особое, то и наряд для этого должен быть соответствующий. К празднику ребята подготовились серьезно. Мальчишки и девчонки на время стали супергероями и принцессами из любимых сказок. Я буду кошкой. Мне она нравится, потому что она милая и красивая. Интересный праздник. Можно переплатиться в любого персонажа, который тебе нравится. Праздник для ребят подготовили старшеклассники. Сказочная атмосфера, прекрасно украшенная сцена, музыка – все это завораживало мальчишек и девчонок. Столько любимых героев из известных сказок в одном месте можно встретить разве что под Новый год. Дед Мороз у нас потерял по сюжету Снегурочку. Его герои из Простоквашина – кот Матроскин, почтальон Печкин, Шарик и Петушок Петя, который тоже новый герой. Они помогают Деду Морозу искать его Снегурочку, которую похитил злой Кощей. Новый год – один из самых светлых, ярких, добрых праздников. Это ожидание чуда, веселых приключений и, конечно, подарков. А для школьников новогодний праздник – это еще и начало зимних каникул. После четырех месяцев упорной учебы пришло долгожданное время весело отдохнуть. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа События.